всем привет 10 июня у нас с вами на канале было отделение детки от мамы вот ровно 20 дней назад сегодня 30 я снимаю я отсоединила детку с цветоноса у взрослой орхидеи это беляночка у нее название белоснежка очень красиво она цветет всегда такими мощными цветочками и каскадное такое у нее очень красивое спускание цветоноса именно мне очень нравится я именно формирую цветонос таким образом чтобы красота была увидена мной и вами в полную силу так ну вот смотрим что происходит эту малышку мы с вами определили в закрытую систему подробную пересадку на канале я вам показывала значит у орхидеи было два длинных корня которые мне пришлось кое-как не травмируя определить вот в этот бокал такой вот я взяла небольшой 075 миллилитра я вам говорила в нем так значит с момента пересадки прошло 20 дней давайте посмотрим что происходит сейчас с растением я вам расскажу как я внимательно и расскажу очень подробно о том каким способом производится полив данного растения в этой системе посадки именно для этой малышки у которой корни были воздушные так напоминаю посадку вам на дно керамзит как всегда сантиметров 5 я положила внутри смотрите ребят вот смотрите я вам про что говорила как начинает активно живой мох расти те шапочки которые я выбираю до из основной массы из пакетика сам хом я вижу что да он проснется вот он и проснулся смотрите мох начал свой свой рост то есть антисептические свойства внутри грунта при помощь при помощи мха вот этого живого они будут прекрасно сохраняться он будет делать грунт очень благоприятным для растения так давайте еще посмотрим где макушечки растут я вот так на солнышко специально вам вот они еще макушечки начали рост я специально располагала их вверх чтобы вы могли вместе со мной наблюдать так я вот не понимаю хорошо ли вам будет видно так хорошо керамзит мох живой затем у нас шла крупная кора немножко серамис немножко циафлоры затем еще немножко крупной коры опять-таки циафлора и более мелкая кора мелкой фракции на поверхности и обычный мох постелила неживой ну да из пакетика выбираю какой там есть оставшийся без вот этих вот своих макушечек живых зелененьких и сюда его устилаю вот этот корешок мне не удалось в грунт опустить но я не стала переусердствовать с растением засовывая корешки в объем ничего страшного смотрите как начали хорошо расти корни как они были вот эти воздушные корешочки так они ими остались но они за эти 20 дней но сделали такой мощный скачок да в своем развитии вот этот вот он вот так вот немножечко был свисал чуть-чуть видите насколько отрос и вот этот вот он отсюда вот прям граница видно вот он вырос насколько так затем сама малышечка немножко подросла за эти 20 дней смотрим что у нас сейчас находится в грунте те корешочки которые были длинными которые я опустал опускала в грунт я их опустила помните когда увлажнила сделала их эластичными и только потом аккуратненько вот так я их вокруг емкости обернула да в там внутри и они прекрасно легли я нигде ни одной трещинки то есть корешочки у меня не получили все получилось очень деликатно в отношении растения корней вот смотрите ребят как круто да вот он живой мох и вот они корни растения вот он корень идет как он активно пошел в грунт туда где чуть-чуть чуть-чуть буквально у меня повышена влажность почему чуть-чуть сейчас расскажу вот эти корни которые длинные да вот они как располагаются сейчас я вам покажу его кончик этого корешочка где он находится вот смотрите он оттуда вот уже прям выглянул да и вот он идет 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 растет растет он не загнил не прогнил а почему такое происходит важным условием при отделении детки и помещение в грунт корней растения которые находились в воздухе так как растение было отсажено с цветоноса то есть эти корни они не видели грунта они не чувствовали повышенной влажности для них влажность была ну вот как влажность в вашей комнате окружающая да питались они с помощью корней мамы вот и в этой ситуации как я считаю и мой опыт показывает необходимо вот эти корешочки которые мы помещаем в грунт приучить к нахождению в грунте за эти 20 дней моя орхидейка вот в этой посадке поливалась только один раз через 10 дней после пересадки до этого момента и поливалась она ну вы знаете первый полив в закрытой системе у меня проходит заполнением объема вот на такой уровень я оставляю буквально где-нибудь 2-3 сантиметра водичка у меня до поверхности не доходит так почему через 10 дней как же так посадили орхидею грунт сухой все сухое а мы поливаем через 10 дней вот в чем секрет важно в этот момент как я вам уже сказала не переувлажнить корни и приучить их к влаге поэтому что я делала через два дня после помещения растения в посадку я просто брала опрыскиватель и опрыскивала поверхность мха увлажняя немножечко буквально чуть-чуть и немного влаги я просто напросто контролировала как она у меня проходит скапывает чуть-чуть буквально видите тут до сих пор нет в уровне керамзита объема воды потому что я считаю что пока это делать рано держать воду в уровне керамзита закрытой системой посадки для данного растения так через дня три после опрыскивания я подхожу опять с опрыскивателем но вы знаете как я опрыскиваю я вот закрываю шейку вот так пошла опрыскивать сюда раз все сделали опять закрыла шейку опять опрыскала у меня все происходит аккуратненько я дозирую влагу которую подаю и на поверхность грунта и которая стекает в объем горшочка через 10 дней так продолжался мне было три опрыскивания два дня прошло потом три дня прошло и где-то еще на 9 день на 8 я опрыскивала 3 опрыснула третий раз но это вот вы знаете вот совсем чуть-чуть дозировано мы приучаем корни растения которые находились в воздухе для роста в закрытой системе посадки как в данном случае на 10 день я принимаю решение все-таки погрузить растения вот до этого уровня наливаю влагу и она у меня стоит полчаса почему полчаса все зависит от фракции коры которая присутствует в посадке если кора сильно крупная у меня тут не сильно крупная кора видите вот такие растения с крупной корой я замачиваю первый раз на час вот в данной посадке достаточно замочить растения на полчаса воду это будет первый полив я так сделаю через 10 дней после посадки затем вся вода которая находилась вот в этой колбе и была мной слита у меня все спрашивают ну как же как же как же нам слить воду с горшочка в закрытой системе очень легко ребят у меня тут кора чуть-чуть сверху я пальчиками ее прикрываю вот так вот и сливается она вся без остатка сливается полностью что-то вот так вот чуть-чуть потом подстечет я опять таки все это удалила и вот смотрите после значит на 10 день я полила сегодня 20 день опять-таки у меня орхидея не поливалась ни разу видите сколько влаги тут вот практически одного погружения и вот этих вот поверхностных опрыскиваний орхидеи достаточно для того чтобы она прекрасно приняла эту посадку чтобы корни привыкли к влажности повышенной в грунте и привыкли находиться в грунте непосредственно до него не в воздухе как это привыкло растение а именно в колбе с грунтом который я ей предложила в посадку так ну вот по моему я вам рассказала все буквально я вы знаете даже вот у нас эти дни было похолодание сильное ну знаете наверное да что последние 4-5 дней у нас похолодание и у меня даже не было опрыскиваний по поверхности я не подходила не опрыскивала потому что у меня я заметила что все растения которые находятся во мхе у меня есть малышки которые стоят во мхе они не пересыхали понимаете вот как резко можно увидеть до анализируя допустим жару когда мох высыхает просто на щелчок и когда уже прохлада наступила да вот холода были и я заметила что что когда жарко мох пересыхает буквально там 2-3-4 дня все здесь он у меня уже вот политые малышки во мхе они у меня уже 10 дней стоят в мокру в таком в чуть 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 увлажненном грунте и не пересыхают то есть понимаете как я всегда говорю что лучше недолюбить чем перелюбить правда вот потом хвататься за голову и думать что же нам сделать но вот такой видеоотчет с такими максимально понятными я надеюсь объяснениями и пояснениями почему я делаю именно так а не иначе но на сегодня я буду с вами прощаться спасибо вам за просмотры желаю вам всего хорошего здоровья благополучия и всем пока пока